30 тысяч рублей из квартиры Сравчанина украла несовершеннолетняя девочка. Подросток познакомилась с дочерью заявителя на улице и договорилась прийти к ней в гости. Там она и совершила преступление. Ранее в отношении юной воришки уже возбуждали уголовное дело по аналогичному случаю. Мужчина 14 ноября 2022 года обратился к нам с заявлением о том, что его дочь возвращалась домой. По пути к ней подошла девочка. На вид от 12 до 15 лет начала разговаривать с ребенком, договорилась пойти к ней в гости. И в результате чего из дома пропали денежные средства в размере 5000 рублей. Мошенники продолжают обзванивать саровчан. Злоумышленники склонили женщину оформить кредит и перевести деньги на указанные счета в сумме более 1 миллиона рублей. В другом случае преступники представились сотрудниками ФСБ и указали перевести деньги на безопасный банковский счет. Также мошенники рассказывали по телефону одной из заявительниц о якобы положенной ей компенсации. Неизвестное лицо позвонило женщине и сообщило, что ей положена компенсация в размере 11 миллионов 609 тысяч рублей в заранее приобретенные ею лекарственные средства, для получения которых ей необходимо перевести денежные средства посредством экспресс-переводов «Форсаж посттрансфер». Находясь в отделении почты, женщина осуществила переводы денежных средств на общую сумму 1 миллиона 453 тысяч рублей. На улице Димитрово у дома 20А водитель автомашины ВАЗ Приора при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу Ладе Самара, которая двигалась по дороге прямо с опережением впереди ехавшего автомобиля ВАЗ. Машины столкнулись. В результате ДТП водитель Лады получил ушибы и после осмотра в приемном отделении его отпустили домой. Пассажир автомобиля ВАЗ-21070 Приора, 79-го года рождения, который располагался на переднем пассажирском сидении, получил телесные повреждения в виде стрясения головного мозга, ушиба мягких тканей, ссадин и поверхностных ран. После осмотра врачом приема на отделение в ГУСКОВА-50 отгруппозиция отказалась. На улице Силкино у дома 43 водитель «Фольксваген Повло» столкнулся с Nissan X-Trail. В результате водитель «Фольксвагена» получил телесные повреждения в виде ушиба лобной части головы. Другому участнику ДТП врачи выставили диагноз «психогенная реакция на стресс». Еще два происшествия сотрудники ГИБДД зафиксировали на улицах Курчатова и академика Харитона. Там пострадали пешеходы. Оба госпитализированы.